На конкурс СМИ против коррупции телекомпания холдинга ВГТРК со всей страны прислали порядка 120 работ. Репортаж корреспондента телекомпании «Город» Дины Исляевой «Дела о коррупции» вошел в финал. Медаль и диплом лауреата Дина получила от заместителя руководителя регионального следственного комитета Дмитрия Маликова. Конкурс должен проводиться постоянно, потому что СМИ освещает непосредственно проблемы, которые существуют. А то, что в этом конкурсе принимает участие количество представителей со всей страны, это все-таки такое большое значение имеет. В одной из номинаций, посвященных взаимодействию СМИ с правоохранительными органами, был отмечен еще один журналист из Рязани – Жанна Алпатова. Ей награду вручил представитель регионального УМВД. Руководители пресс-служб силовых ведомств региона приняли участие в конкурсе в качестве жюри. Было представлено несколько работ в нашей номинации. Мы отобрали три наиболее лучших, но хотелось бы сказать, что все работы очень хорошие. Хотелось бы поощрить многих, практически всех, которые нам представили свою работу на наш суд. Среди почетных гостей церемонии был губернатор Николай Любимов. Он вручил награду участникам одной из номинаций и поздравил победителей. Именно благодаря этой комитете сюжета часто возбуждаются уголовные дела. Моих коллеги из правоохранительных органов не надо собрать. Часто решаются вопросы, которые должны были решаться властью без вмешательства СМИ. Но, как мы видим, без вмешательства СМИ часто это не получается. Как прозвучало на церемонии, нередко именно сообщение журналистов о преступных фактах становится поводом для возбуждения уголовных дел. Цель всероссийского конкурса, который прошел в Рязани, привлечь внимание журналистского сообщества и общественности к проблеме коррупции, к необходимости противодействия этому явлению. Алиса Котровская, Игорь Клотов, телекомпания «Город».